Ах, пошла жара! Закинь на счет еще дрова! Олимбет не парит, а щедрый бонус дарит! Зарегистрируйся, пополни счет и получи 30 тысяч рублей! Олимбет. Народный букмекер. Дмитрий Анатольевич, сегодня изначально понимали, что придется в первом тайме много терпеть, много играть без мяча, потому что стартовый состав, два чистых опорника, пять защитников, выглядело именно так. Ну, да, на самом деле это был план на игру, потому что мы понимали, что «Локомотив» очень сильно организованная команда, индивидуально высококлассные футболисты там находятся. Поэтому мы немножко сделали акцент на то, чтобы прессинговать соперника, не давать спокойно распоряжаться мячом, и замена Акбашева и Максимова в втором тайме, это было запланировано. То есть, в принципе, если кратко, то да, мы так и представляли, как будет игра складываться, и мы реализовали свой план на игру. Ну что, коллеги, давайте поднимаем руки, и я даю микрофон. В каких компонентах вы оказали сильнее соперника, если в чем-то это было? Ну, слушайте, такой вопрос отличный. Да, я думаю, здесь все просто в реализации голевых моментов. У нас были моменты, мы их реализовали, вот «Локомотив» в свои моменты не реализовал. Мы достаточно качественно играли в обороне, понимали, что у нас в атаке в любом случае будут шансы, и мы ими воспользовались. Только реализация. Следующий вопрос, у кого? Митальевич, с победой. Два вопроса, если можно. Первый, сегодня Сергей Брыгалов вышел с капитанской повязкой, с чем это связано? И второй вопрос. Сегодня на трибунах были плакаты в поддержку Олега Петровича, и болельщики скандировали Василенко. Есть ли доля Олега Петровича в этой победе? Спасибо большое за поздравление. Да, первый вопрос про Сергея. Но у нас все просто. Получается, кто заслуживает выходить в стартовом составе, тот и выходит. Мы видим каждую дню работу ребят на тренировках. Он достоин, он вышел, он играет. Почему он был капитаном? Ну, это было наше решение. Сергей очень большой вклад внес в развитие команды. Он всегда проводник идей, и он лидер по натуре. Поэтому выбор был сделан в его пользу. Что касаемо Олега Петровича, ну, послушайте, естественно. Ну, конечно, его заслуга в победе команды, она огромная. Потому что он с нами все время, мы вместе продвигали свои идеи. И нельзя умолять там. Я не знаю, даже это такой вопрос. Послушайте, да. Да, давайте я кратко скажу. Его заслуга в этом есть, конечно. Вопрос связан с тем, что не объяснили болельщикам, почему расстались. Вот и все. То есть у людей недоумение. У тысяч людей недоумение, почему это произошло. И после игры все, скажем так, радовались победе, но с чувством неудовлетворения, что это не победа Олега Петровича. Вот с этим вопросом. Ну, вы знаете, мне очень трудно ответить на этот вопрос. У меня на самом деле вообще не было времени даже анализировать какие-то вещи. Насколько я понял ситуацию, это обоюдное желание Олега Петровича и клуба. Когда два взрослых человека пожали друг другу руки, нам это, по крайней мере, донесли. Мы это услышали, переварили информацию. И отдать должное футболиста достойно ее переварили. И все. У меня такая формулировка. Обоюдное желание, все довольны. Потому что я разговаривал лично с Олегом Петровичем. Я не видел никаких упаднических настроений. Все было очень солидно, взаимно и достаточно профессионально. А кому объяснять причины, но это точно не моя история, простите, пожалуйста. Следующий вопрос, секунду. Я отмечал всегда с друзьями, что Оуэй очень эмоциональный. И я очень надеялся, что к этому матчу, когда вы будете готовить, вы привнесете как раз в подготовку факела какие-то искры именно своего характера. Скажите, как вы считаете, как было? Была ли вот именно какая-то вот эта составляющая подготовки к игре именно связана с тем, что вы сейчас готовили команду? Мне это здесь очень интересно. Но, знаете, спасибо за поздравления. Мои эмоции, они иногда бывают мне во благо, иногда бывают во вред. Но как бы ничего не поменялось. Мы работали так же, в принципе, как и всегда. Я старался дать ребятам свою энергию, свой позитив, свою уверенность. Но я вас уверяю, я не волшебник, чтобы за несколько дней что-то изменить кардинально. И эта победа сегодня, это победа ребят на самом деле, это их заслуга. То, что они услышали тренингский штаб, то, что они смогли сделать на поле, я бы здесь не преувеличивал свои возможности. Если честно, это они сегодня герои, и они сделали результат. Чей вопрос будет следующий? Пожалуйста. Победой вас. Гришин, аргументы, факты, Черноземья. Скажите, а следующему матчу Копкову со Спартаком команду будете вы готовить? Ой, такой вопрос замечательный. На самом деле, я не знаю, если честно. Потому что ситуация развивалась таким образом, что, когда было собрание, Роман Гурамович и Олег Петрович донесли до меня, что я готовлю эти дни команду к ближайшему матчу. Я так понял, что они между собой в этом договорились. Потому что ребята знают мои требования. Самое главное, что я знаю возможности ребят хорошо. Это было решение клуба. И Олег Петрович тоже в этом принимал участие. Поэтому только до игры с «Локомотивом» я знал свои дальнейшие действия. Сейчас я ничего не знаю. Учитывая победу долгожданную, наверное, вам дадут шансы дальше поработать? Не знаю. К сожалению, у меня нет ответа. Я не могу просто ничего вам сказать. Следующий вопрос, Павел. За что вы получили желтую карточку? На самом деле мне стыдно за этот момент. С хулаками чуть-чуть. Что там было? Там была простая ситуация. Немножко в порыве эмоций футболисты начали делать несвойственные вещи. Мы договаривались об одном, а на поле происходило другое. И так как отличная поддержка болельщиков, очень трудно докричаться до футболиста. Поэтому меня ноги понесли только ради одного, чтобы футболисту донести, как ему дальше действовать. А после этого, да. Это как раз вопрос, к сожалению, о моих эмоциях. Я уже извинился. Еще раз извиняюсь. Такого больше не повторится, естественно. Я бы хотел, пользуясь случаем, поблагодарить болельщиков. Потому что мы в подготовке к матчу делали на это акцент. Люди приходят, болеют. И нашей задачей было сделать людей счастливыми. Потому что 20 тысяч, ребята, я вам честно скажу, это внутри все переворачивается. И без болельщиков мы сегодня бы не победили. Поэтому всем огромное спасибо за поддержку. У меня все. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры сделал DimaTorzok